В немецкой форме в окружении как бы немцев. Ну то есть это готовили такие фейковые фотографии для того, чтобы в бумажнике лежали фотографии с родными и близкими. Он на задней стороне расписывает себя, чтобы не забыть кто есть кто. Куйбышев, Казань, Уфа и Башкирское село Кушнаренково. Те места, куда были эвакуированы структуры, в частности, коммунистического интернационала. Около трех десятков разведчиков-нелегалов. Одним из них были и Лоренцо Мраца, и Леший Капитан. Именно им и его коллегам посвящена книга «Разведка нелегала наоборот». Взаимодействовала спецслужба Москвы и Лондона времена Второй мировой войны. Первый же архивный документ, который мне был предоставлен из архива службы внешней разведки, на них, это пассажирский билет по маршруту Казань-Архангельск. Они начинали свой путь, выкупированный нацистами Европу, здесь, в Казань. Предыстория написания книги началась еще полтора года назад, когда Сергею Брюлеву с просьбой создать спецрепортаж о генерале Павле Фитине обратился Сергей Нарышкин, директор службы внешней разведки Российской Федерации. Я взялся за эту тему, естественно, с удовольствием, начал читать предоставленные мне материалы, не нашел в них что-то такого ахового, кроме одной строчки, за которой я подумал, что, наверное, должен открыться космос. Он и открылся. Генерал Фитин написал о том, что с помощью английской разведки мы забрасывали советских разведчиков в тыл к немцам. Ну, необычная конструкция. Книга написана совместно с английским писателем и историком Бернардом О'Коннером на основе ранее засекреченных материалов архивов, как британских, так и советских. Участие в презентации книги принял также и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, который сообщил о готовности оказать содействие и необходимую помощь в работе с архивными документами. У нас есть Институт международных отношений востоковедения и истории. Мы готовы, поскольку предоставить людей, которые будут помогать разбирать первичные документации, потому что во всех исследованиях очень важны так называемые полевые исследования. Теперь Сергею Брилеву совместно с коллегами из Татарстана предстоит кропотливая работа над тем, чтобы установить больше подробностей об участии наших земляков в засекреченных операциях. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.